Друзья, сейчас середина лета, и у нас начинаются большие скидки во многих магазинах. И поэтому я подготовила для вас видео о некоторых своих покупочках, которые я совершила, пользуясь тем, что сейчас много скидок, и хочу вам их сейчас показать. Давайте вместе посмотрим. Купила девочке вот такой вот металлический подсвечник. Видите, такой он классный, тяжёленький. Очень дёшево купила. Это очень дёшево. Как говорится, надо знать места. Я купила его в том магазине, о котором я вам рассказывала. Там цены прям забавные. За 10 злотых это совсем недорого. Я люблю такие тяжёленькие вещи, люблю металлические. Но теперь к нему нужна красивая свеча. Именно, чтобы свечу сюда вот такую толстую поставить. Ну, не на стул, конечно. Это я просто вам показываю. Вот такие приобретения для украшения интерьера. Я вообще очень люблю интерьер украшать, менять. Ну, вот, мне это всегда нравилось и нравится. Была на прогулке, девочки, и заглянула в костёл. Не в тот, который я всегда хожу, а в другой. Просто из любопытства думаю, дай загляну. И вот немножечко сняла. И начну, девочки, я покупочки вот с этой чашки. Она очень дешёвенькая. В ней я уже кофе, видите, заварила. Вот здесь такой рисуночек. Такие буквы какие-то. Не знаю, что они обозначают. Очень красивый, ярко-красный цвет. Очень красивый. Она меня покорила своим цветом. Вот такая шикарная чашечка. Вчера, нет, позавчера. Позавчера я её купила. И сегодня уже пью из неё кофе. Я зашла в магазин и увидела дезодорант Пани Валевская, синий. Попросила посмотреть. Продавец мне брызнула в колпачок. И я ощутила этот аромат. Аромат дезодоранта синего Пани Валевская. Мне так понравился. Я не знаю, мне он пахнет то ли жасмином, то ли магнолией. Очень приятный аромат. И мне теперь захотелось, наверное, когда встречу, я себе куплю духи Пани Валевская. А ещё в этом же магазинчике, в который я только что заходила, я купила три липучки для мух. У нас окна открыты, мухи залетают. Сеток на окнах нет. Вот. И совершенно случайно я увидела, что у неё висит липучка. Я спросила, есть ли такая в продаже. Она говорит, есть. По одному злотому и 20 грошей. И я купила три штучки. Такие фужеры были трёх цветов. Нежно-розового, вот такого серого и ещё белого. В общем, я хотела, больше всего я хотела нежно-розового. И нежно-розовые я ждала, когда на них будет скидка. Но не дождалась. Их разобрали раньше, чем на них произошла скидка. Поэтому, а вот на этот была скидка хорошая. Сейчас я скажу, он стоил сначала 13, потом стал стоить 5 злотых. Вот за 5 злотых я его купила. Вот. И он мне очень нравится. Мне нравится эта форма. Хотя я не очень люблю вытянутые формы. Потому что мне всегда кажется, что я зацеплю, и он упадёт. Но этот, видите, какой у него мощный низ. Вот такой тяжёлый низ. И он очень устойчивый. Прекрасный фужер стоит у меня на столе. И я пью из него водичку. Не помню, показывала я вам или нет. Но, как говорил папа, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Да. Покажу вам вот ещё раз, если вдруг показывала. Вот такая чашечка. При открытом окне шумно, поэтому приходится иногда останавливать кадр. Вот такая чашечка, маленькая, совершенно кофейная. Она продавалась в паре с блюдечком. Ну, блюдечко самая обыкновенная. Чашечка мне очень понравилась. И я её купила. Также вот такой стаканчик. Этот побольше. А вот этот вообще маленький. Вот этот стаканчик я брала с собой на прогулку и пила из него кофе. Очень милые вещички. И это не просто игрушечки, они удобные. В них можно молоко налить, чтобы в кофе добавлять. Я ещё не добавляла в этот кофе молока. Вот. О, повела таким воздухом чудным. Свежайшим. Сегодня будет очень жарко. И посмотрите вот на эту красоту. Это же прелесть, что такое. Это пластиковая чашечка. С ложечкой. Посмотрите на этот цвет. Вообще чудненький. Такой цвет. Такой приятный. Такой красивый. И ложечка вот так вот. Её можно с собой брать. Она совершенно ничего не весит, эта чашечка. Вообще лёгенькая абсолютно. Буду брать её с собой на кофе пить. Теперь посмотрите вот на эту вещь. Вот такая золотая, проволочная матерчатая. Не знаю что. В общем, она для волос. Предназначена для волос. Но я придумала нечто новое. У меня уже одна такая есть. И я ей успешно пользуюсь. Она действительно красиво смотрится, когда её оборачиваешь вокруг хвоста. Но я придумала другое для вот этих штучек. В общем, я придумала такое. Я, ну, когда выну её из этого, из пакетика, трамваи шумят. Сейчас утро. Сейчас очень рано. И вот они один за другим. Я её вокруг руки в виде браслета оберну. Ну, сейчас я покажу. Ну, как-то так. Можно по-разному. Можно её сделать широкой. Можно сделать узкой. И плюс ко всему на неё можно брызнуть любимыми духами. Можно пойти в магазин и попробовать какие-то новые духи. Брызнуть на неё. Но, но, но. Предварительно надо брызнуть всё-таки на бумажечку. А то вдруг там будет нотка, которая вам не нравится. А если понравится, если нет той нотки, то можно брызнуть на вот такой вот браслетик. И ходить, и понимать, нужны вам эти духи или нет. Ну, в общем, вот так, вот такое сооружение я придумала. Причём форму этим штучкам можно придавать самую разную, самую интересную. И по-прежнему я себе покупаю бархатки для волос. Резинки бархатные для волос. Это я очень и очень люблю. Это всё я купила по дешёвым ценам в двойке. Вот это серое. Бордовое серое. И, конечно же, конечно же, зелёное. Конечно, зелёное. Вот таких три резиночки по два злотых я купила. Чашечки. Вот эта чашечка два злотых. Вот эта чашечка два злотых. А вот эти маленькие чашечки я покупала по 50 грошей. Это вообще была там сумасшедшая скидка. Так, ну вот он мой, так сказать, браслетик. Спонтанный такой. Я вам показывала треногу. Купила треногу по невысокой цене совершенно. Там я сидела только что и показывала вам, что я купила, да? Купила треногу вот такую. И к ней нужно было приобрести плафончик. Я искала, искала. И, девочки, сейчас... В общем, я вам расскажу впоследствии. В общем, вот этот плафончик стоил... Нет, он стоил 100 без одного гроша. Стоил 100 злотых. А я его купила за 20 без одного гроша. 19,99. Вот такой вот классный, очень классный плафончик. Он мне безумно понравился. Ну и качество хорошее. 80% скидка, да. А сейчас я вам покажу. А вот ваза. Огромная ваза. Я вам покажу для сравнения с этой вазой чашечка. Вы видите? Это стандартная чашечка, из которой я пью сегодня кофе. А это огромная ваза. Девочки, эта ваза стоила... Сейчас скажу. Так, 139 без... 139,99. В общем, 140 злотых без гроша. Я её купила за 43 злотых без гроша. В общем, вот такая скидка на неё была. Посмотрите. Она... Видите, она вот такая. Вот такую форму имеет. Немножко уплощённую. Она не круглая, а вот слегка плоская. Огромная, тяжелющая. Ой, сейчас я вам покажу прошлогоднюю вазу, которую я тоже купила по скидке. Вот эта прекрасная, огромная ваза, купленная в прошлом году по скидке. Примерно в это же время. Может быть, позже. Нет, наверное, всё-таки позже я её купила. Но я показывала вам. Наверное, я её всё-таки по осени купила. Не помню, девочки. Не помню. Знаю, что примерно год назад. Вот я её купила. И очень ею довольна. Очень красивая ваза. В общем, и вот они, подсвечники. Подсвечников, девочки, получилось два. Один я купила за 9,99, а потом пришла в тот же магазин, и оставался последний вот этот подсвечник. И я его купила, опять же, в половину. Купила его, этот подсвечник, в половину цены. То есть он уже стоил не, грубо говоря, не 10, а 5 злотых. И я не устояла, я не могла уйти от этого соблазна. Тем более, мне очень нравится, когда парные вот такие вещи, две настольных лампы, два подсвечника. Мне так нравится. И, девочки, выпив с утра 400 граммов водички, а потом, выпив чашечку кофе, я отправилась на прогулку в парк. Через город, в парк. Надо ходить, надо... Это полезно. Ну и, в принципе, да, надо немножечко всё-таки сбрасывать вес. Потихонечку, мелкими шажочками. И я отправилась на прогулку. Сейчас мы с вами пройдёмся по парку совсем недолго. Почему недолго? Я вам скажу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Тут я решила вам немножечко показаться, во что я одета. Одета я в светлые брюки и такого светло-светло-розового жемчужного цвета кофточку. Так получилось, что вот эти вот брючки, тут цвет сложно увидеть, какого они цвета, но они такие, знаете, очень светлые и слегка-слегка с розоватым оттенком. И примерно такого же цвета еле-еле, вот как она почти белая, но слегка-слегка розоватый оттенок. Она мне почему-то видится, как жемчужина розовая. Вот так я оделась на эту прогулочку. И придя в парк, в этот прекрасный парк, к прекрасному озеру, я поняла, что я сильно погорячилась, выпив с утра так много водички и запив всю эту прелесть чашечкой кофе. Я поняла, что больше 15 минут побыть у озера я себе просто позволить не могу. Поэтому я полюбовалась немножечко всей этой красотой. Кстати, по озеру плавал лебедь. Вон, вон он белеет. Такой маленький у камышей. Сейчас я вам его попробую показать. Хотя нет. Давайте так, полюбуемся просто. Вот. И я подумала, так, надо возвращаться, потому как идти всё-таки ещё как минимум три с половиной тысячи шагов. А потом я подумала, пойду-ка я в Агору. Да, Агоры всё-таки ближе, чем до нашего дома. И вот я иду по Агоре, и вот прекрасная кабинка, которая нас очень радует в таких случаях. Я была просто счастлива. И мне не нужно идти домой. И я могу пройтись по торговому центру и посмотреть, что там ещё продаётся. А что там ещё продаётся, об этом я вам расскажу в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»